Как быстро летит время и не узнала бы мальчика, если бы не его глаза, глубокие и выразительные. Игорь за эти годы сильно изменился, а вот взгляд остался прежним. Покажи, какая крепкая. Вот такая репка выросла. Пошел дед, что? На меня смотри. Тянуть репку. Дай. Тянет, потянет, вытянуть. Не может. Кого он позвал? Нет. Кого позвал дед? Баба. Игорек очень любит слушать сказки. Он и рассказывать бы рад, но говорит пока плоховато. И память необходимо развивать. Малыш и на музыкальных занятиях старается изо всех сил, повторяет слова и движения. Только получается у него не всегда. Как одеваешь носочки, правильно? Надо было их вывернуть как следует. Аккуратно. Игорь хорошо справляется с собственной гигиеной. Точно знает, что после прогулки необходимо переодеться и помыть ручки. Перемыло, намыливай ручки. Самостоятельно у нас все делает сам. Лиза. Да, все, клади, клади, надо смывать. Смывать, молодец. С лицом. Пока Игорек одевается, он внимательно следит за малышами. Если у других детей что-то не получается, он непременно поможет застегнуть пуговки или надеть пальто. Игорь неравнодушен к чужим переживаниям и всегда старается их сгладить. Если кто-то кого-то обидел, Игорек сразу же бежит обнимать, целовать. То есть вот в этом его проявляется доброта. То есть он, если сразу же видит, кто-то плачет, кто-то кого-то обижает, он бежит сразу обниматься. Обнимает, целует, гладит, сразу в глазки заглядывает, успокаивает ребенка. Нет, сначала накидушку убери, накидушку. Положи, иди на столик. На стол положи. Вот аккуратно, молодец. Все аккуратно, теперь покрывало складывай. Так, давай аккуратненько, молодец. Еще раз пополам сложи. Игорь любит быть дежурным по группе. В этот день там всегда порядок. Мальчик строго следит за тем, чтобы все вещи были на местах. С удовольствием помогает накрывать на стол. Прогулки Игорек обожает. Особое внимание малыша привлекают автомобили. Заезжает вот к нам, например, ночью во двор, детский дом, машина с продуктами, легковые машины. Он уже бежит вперед, ему надо обязательно посмотреть. Он уже кричит, это машина такая, это там газель грузовая. То есть сразу у него прям просто восторг в глазах. Игорь очень подвижный ребенок. И играть он предпочитает с такими же подвижными детьми. Влечение к технике не оставляет мальчика и в группе. Он отлично управляется с местным автопарком. Животные и растения – неизменные симпатии Игоря. В зеленом уголке он охотно поливает цветы, вытирает пыль с листочков. На улице не пропускает ни одну кошку. Если кто-то, дети боятся собак и кошек, он несет сразу. Бежит уже, ему хочется его погладить и взять на руки. Не важно, это собака или кошка. Он сразу проявляет такие чувства тоже доброты и любознательности, в общем-то. А еще кто будет с тобой жить в доме? Собака. Собака еще, да. Раз мы любим животных, ну давай дальше, бери детали. Игорь легко общается с любыми детьми и долго присматривается к взрослым. Он непременно отзывается на ласку и внимание, когда убедится в намерениях незнакомого человека. Когда у малыша появится семья, настороженность к людям наверняка исчезнет. Когда у ворот детского дома появился автомобиль из Колиной Мечты, изумление мальчика превзошло возможные пределы. Но ему даже и в голову не пришло тогда, что машина приехала именно к нему, мальчику-сироте. И лишь когда водитель пригласил его сесть за руль, Коля понял, что все это происходит наяву. Готов? Да. А как быстро именинника определили? Бабушка нарядная. Самый нарядный. Самый нарядный. А к чему готов ты, Коля? Готов, говорит сразу. Покатиться? Пока проглотил. Прокатиться? Ну пойдем. Прокатиться? Ничего себе. Я за руль, да? Да, садись. К своему 11-му дню рождения Коля готовился с того момента, как только попал в детский дом. Обсуждал с воспитателями меню, решал, кого пригласит к праздничному столу. Настоящих праздников в день рождения у него никогда не было. И Коля очень надеялся, что в новом коллективе все будет по-другому. С детьми и взрослыми мальчик быстро нашел контакт. Это очень открытый человек. Он интересующийся многими вещами, увлекаемый. Его можно вовлечь. Он может, если он чем-то увлекается, он доведет это дело до конца. Притом это будет выполнять с удовольствием, с интересом. Куда мы едем? Коля, это сюрприз. Коля, это сюрприз. Это не было бы сюрпризом, если бы мы тебе сказали. По секрету Коля рассказал воспитателю, что ему очень нравятся автомобили. Но машину своей мечты он никогда не видел. Вот мы и решили устроить ему маленький сюрприз. На просьбу откликнулся коллектив автомобильного салона. И Коля отправился в путешествие, прихватив своего друга Мишу. Что их ждет, мальчишки, конечно, не знали. Визит неожиданных гостей у сотрудников салона оставил теплые воспоминания. Ребята даже конкурс устроили на право отвезти мальчишек обратно. На самом деле, конечно, это все трогает меня очень. Эмоции мальчика такие неподдельные. Он вежливый, очень воспитанный. Коля понравился тем, что он очень открытый человек к людям. С ним очень приятно общаться, разносторонняя личность. Как тебе сюрприз? Классный. Я понравился. Мы тебя хотим поздравить. Спасибо. Спасибо. Это тебе, она на пульте управления. Спасибо большое. Пожалуйста. И спасибо, что вы меня так хорошо встретили и все показали. Наверное, каждый мальчишка любит автомобили. И любому такая экскурсия была бы интересной. Но для Коли эта поездка еще и возможность раздвинуть узкие рамки сиротского мира. Посмотреть, кроме учителя и воспитателя, что еще существует в этом мире. Это же так интересно. Полазить в этих машинах, порыться, посмотреть, что у них находится внутри, какие там механизмы. Для мальчишек это очень интересно. Тем более, в основном, весь педагогический состав, естественно, он женский. И им очень хочется, чтобы были мужчины, которые могли им рассказать вообще о мужских профессиях, мужских занятиях. Трудно? Да. Классно. 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 Я приехал. Впечатлений и воспоминаний об этом дне рождения у Коли хватит надолго. Исполнилась и еще одна его мечта. Мальчик получил в подарок машинку на радиоуправлении. Вечером они с друзьями накрыли прекрасный стол и здорово повеселились. Но все же мы не смогли исполнить самую заветную мечту Коли. Больше всего на свете он хочет семью, дом и родных людей. Классно. Струй. Радусь. Радио. Проект.